Алексей, конечно, прожил очень короткую жизнь, но вспоминая его веру, его воцерковлённость, ну, прежде всего, веру, конечно, прежде всего, веру, ты прекрасно понимаешь, что он в смерть не верил, и сейчас, вот сейчас доказывает нам, что уж, по крайней мере, для него смерти нет. И для меня было очень важно увидеть и смотреть без конца сейчас во всех телеграм-каналах, в вашем эфире, смотреть оттуда кадры, смотреть и слушать людей, и думать, мы видим с вами вообще-то лучших людей в мире. Лучших. Самых смелых, самых честных, самых принципиальных, самых несломленных. Послушайте, это наше будущее, будущее есть у страны. Есть будущее, посмотрите. И нам опять показывает Олег, он нам показывает сейчас вот эту вот прекрасную Россию будущего, в этой слякотной, такой неухоженной, такой совсем не парадной Москве, которую нам редко показывают, да, мы по понятным причинам не можем там быть, вот эту вот совсем-совсем другую Москву, не Собянинскую, а такую, что называется, глубинную Москву. Вот, знаете, редкое чувство, редкое чувство, когда, которое с каждым годом нас реже посещает, но вот редкое чувство, когда ты смотришь вот на это, и вдруг, и вдруг начинаешь гордиться, и вдруг начинаешь гордиться, что ты какая-то небольшая часть тоже вот этого народа, этого народа, и вот этой настоящей страны, вот этой, которую люди не отдают, просто не отдают, как Алексею не отдавал, и не отдаст никогда.